В своем инстаграм я рассказала вам о дырявом кишечнике. Эта тема у меня идет постоянно. Ее, собственно, сейчас муссируют практически все новые книги, которые выходят по желудочно-кишечному тракту. Вот совершенно недавно вышла еще одна книга зарубежная, где дырявому кишечнику уделяется достаточно много внимания. И я хотела бы вам объяснить, что без решения этого вопроса, как я и написала в своем инстаграм, мы просто не справимся ни с одной проблемой в организме. Поэтому давайте посмотрим природу дырявого кишечника. Что же это такое? При длительном воспалительном процессе на слизистых желудочно-кишечного тракта у нас начинают возникать внутренние свищи или это язвочки. Удивительный доктор Анатом, наш современник Фрэнк Неттер показал нам органы, когда идет процесс повышенной проницаемости слизистой желудочно-кишечного тракта. Вот мы с вами видим кишку. Из этой кишки вот такие вот изъязвления образуют ход продуктов жизнедеятельности, то есть продуктов воспаления гноя, продуктов микрофлоры, которые поступают в мочевой пузырь. Следовательно, при любом дырявом кишечнике у нас с вами будет проблема мочевого пузыря. При любом проблеме дырявого кишечника у нас с вами будет нарушение кровообращения во всех органах или либо у нас собравшиеся продукты воспаления увеличат лимфатические узлы, и лимфатические узлы у нас давят сосуды. Итак, природа дырявого кишечника, или это будет у вас написано при обследовании, синдром повышенной кишечной проницаемости, или у вас будет указано конкретно, что наши внутренние органы спрашивают всегда, как доказать, что дырявый кишечник. Вот, пожалуйста, мы с вами посмотрим на обычное исследование гастроэнтерологам. Всегда прошу заключение гастроэнтеролога принести. И когда говорят, что там все хорошо, то вот поверхностный изофагит, эрозивный гастрит и бульбит говорит о том, что у нас идет проблема накопления в желудке желчи, и у нас появляются эрозии. Вот они, три эрозии, связанные с грибковым поражением слизистой. Вот так вот ко мне приходят в инстаграм, в ютуб истории болезни, когда говорят, доктор сказал, что все хорошо, а я говорю, подождите, вы мне вышлите в директ свое исследование, и я вам докажу, что надо просто внимательно прочитать. Вообще внимательно прочитать не мешает любое исследование, которое вы проводили. Мы об этом с вами еще побеседуем. Установила наличие дырявого кишечника, давнишняя эта тема у нас была очень давно, и мы говорим, что причина попадания микрофлоры в кровь, которая сгущает кровь, приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, она была открыта очень давно. И если мы с вами посмотрим, вот такой удивительный учебник, старый у меня есть в моем архиве, который называется «Кишечные простейшие вызываемые ими заболевания». Это 1933 год, Лен издат, видите, какие еще старые учебники. И в этом учебнике и написано, что практически каждый человек, давайте посмотрим, какая тут фраза у нас идет, а то пациенты говорят, где это вы такое нашли. Да, да все уже давно доказано. Нам с вами только надо убирать проблемы, читая правильно наши анализы. И вот посмотрите, тщательные анатомопатологические исследования ученых доказали, что даже в случаях совершенно свободного от каких-либо болезненных симптомов, это недавно пациентка мне сказала, если у меня голова не болит, кровоток хороший, а если живот болит, значит там есть нарушение, живот болит, вздутие есть, есть пулчание. Все это признаки нарушений переваривания, нарушений в размножении микрофлоры, то есть синдром повышенного роста микрофлоры, как только не называют это явление, которое в принципе является воспалительным процессом наслистых желудочно-кишечного тракта. И вот это все установлено, смотрите, 1910-е годы, 20-е годы, и в 1911 году наш соотечественник Креницкий, все наши соотечественники отличаются прозорливостью, он нашел, что бесконечно длительный воспалительный процесс приводит к тому, что у нас микрофлора попадает в брыжечную вену, печень, почки эта микрофлора попадает. Все это я вижу в микроскоп, то есть диагностика проблем, она за 5 минут делается при микроскопии живой капли периферической крови. Или это называется метод гемосканирования, или называется метод доктора Эндерляйна, который смог запатентовать эту методику, методику осмотра микроскопии живой капли периферической крови. Поэтому при наличии симптомов дырявого кишечника, при наличии заболеваний множественных, которые связаны с дырявым кишечником, мы с вами обязаны делать ежедневные обязательные мероприятия, которые доставку крови к любым поврежденным органам приводят. И мы с вами обязаны перейти на питание, которое не позволяет микрофлоре активно размножаться, поедая все то, что мы с вами не переварили. Поэтому не имейте дырявого кишечника, не будет в теле боли, не будет нарушения кровообращения и распространения микрофлоры по всем органам и тканям, где они делают у нас с вами затвердения. И эти затвердения у нас считаются опухолями, кистами и всевозможными видами симптомов описываются. Поэтому, пожалуйста, будьте здоровы, не имейте дырявого кишечника.